Ну, во-первых, надо понимать, в какой период времени человек хочет находиться на солнце. Бывает, что человек должен быть на солнце. Тогда, в зной, в самое время, когда солнце очень злое, то недостаточно. Это миф. Солнцезащитное средство, чтобы оно полностью защитило кожу, на самом деле это всё миф. Так. Есть белые рубашки из легчайшего батиста с длинными рукавами, есть шляпки, есть панамы, есть блайзеры, есть всё, что ещё дополнительно всё-таки от солнца надо себя защищать такой одеждой. Что может быть более эффективным, даже, чем солнцезащитное заседание. Правильно я понимаю? Да. Так, дякую. Послушаем ещё одно запитание. Добрый день, вы в эфире. Можно говорить? Так, прошу, будь ласка. Да. Пожалуйста, скажите, ответьте на такой вопрос. Может ли солнце вызывать такое заболевание, как кератонит? Угу. Само про солнце. Сейчас может солнце. Это заболевание кожи, вы имеете в виду? Кожа, да. Кожа. Я, если честно, это может быть действительно повышенная кератинизация, это может быть кератома. Кератома. Это всё один процесс, мне трудно сказать, что именно имели вы в виду, но, скорее всего, это образование большого количества неотшелушенных чешуек кожи. И, конечно же, это как защитная реакция кожи и как поломка уже ДНК клеток кожи, и они не начинают так накупычивать, набираться в такие кератомы. Конечно же, в первую очередь солнце здесь является фактором самым активным. Потому что, если раздеться и посмотреть на части тела, которую вы никогда не подставляли солнце, там нет этих образований, поверьте. Так. Тобто, можно навіть прослідкувати, дійсно, что, если солнце... Да. Именно в этих местах. Так. Повертаємося з вами до солнцезахисных засобов. Так. Ну, зараз дуже часто, дивлячись на те, зважаючи на те, що ви сказали, що досить свідомо підходять і підлітки до цього питання, і дівчата також підходять досить свідомо, вони купують абсолютно повністю всю лінійку солнцезахисного засобу, який вони собі обрали. Яким чином, взагалі, регулювати? І чи можна обрати собі солнцезахисний засіб один, універсальний, чи все-таки краще декілька на різноманітній випадки? Вы знаете, есть. Есть універсальные средства. Ведь надо не забывать, что мы иногда попадаем в лінію маркетологовой дорожечки такой. Так, это правда. Смотрите внимательно. Опять же таки, я рекомендую покупать защитные средства в аптеке. И не очень высокого фактора защиты. Потому что, первое, солнцезащитное средство, какое бы оно ни было высоким фактором, надо его добавлять на кожу спустя там какое-то время. Второе, опять же таки, я повторюю, что это миф, абсолютная защита солнцезащита, потому что все равно мы можем получить повреждения. И хуже, когда человек намазался весь и думает, да я уже так защищен, я пойду на это солнце, мне ничего не страшно. Это неправильно. Это тоже неправильно. И также неправильно применять солнцезащитные средства с так называемой стопроцентной защитой. Как правило, это надо на рубцы свежие. Была операция, какая-то шлифовка, были какие-то воздействия на кожу, где надо просто действительно защитить на какой-то период, потому что кожа там не защищена. Она защищена так. Совершенно верно. С другой стороны, если вы будете постоянно пользоваться, я не имею в виду сейчас пациентов с аллергеями солнечными, с витилиго и так далее, с фотодерматозами, но если обычные люди начнут пользоваться аптечными средствами, намазываться стопроцентной защитой, тогда мы получим обратную реакцию. Кожа не будет тренирована к солнцу, потому что надо ее и тренировать. А есть еще такая парадоксальная штука, готовиться к солнцу, надо пойти сделать пилинг. И когда вы приезжаете в восточную страну, и эти люди бегут, хватают вас за ручки и кричат, давайте мы вам сделаем пилинг, не отказывайте, они знают, что они предлагают. Ведь чем менее отшелушена кожа, чем больше там действительно лишних роговевших чешуек, которые должны отпасть. Вот это, кстати, тоже вопрос, один из вопроса ухода летом за кожей. Так вот, сделать надо пилинг, и будет меньше вероятности, что вы сгорите на солнце. Это парадокс, но это так. Вот так и есть. Вот так и секрет вы нам раскрыли. И не надо забывать и бояться применять средства с кислотами летом. Наоборот. И если мы будем следить за кожей, применять средства с нежными кислотами, крема для лица, для тела, то кожа будет отвечать с благодарностью, действительно покрываться ровным загаром. Но ни в коем случае, я не говорю сейчас про загар в солярии, я противник сейчас стопроцентный за соляриев. Не готовьте свою кожу к солярию. Если вам надо где-то появиться срочно с загаром, возьмите лучше автобронзат. Есть они очень качественные. Пусть вам сделают в салоне пилинг, или вы сами сделаете пилинг. После этого нанесут вам на тело этот автобронзат, потому что если сейчас мне все прислушаются, и первый раз никогда не применяли, то так как и кожа, так и ладошки покроются желтенькими. Потом захочется еще перчатки надеть. Да, пусть кто-то вам это нанесет в перчатках. Это автобронзат. Но не бегите в солярии покрываться этими лучами, которые вызывают мутации. Вы получите действительно ответ. Вот такие вот вопросы уже людей в элегантном возрасте, что все они покрыты кератонитом. Да, ну как назвали, кератонитом. Так, дякую дуже. Ну это очень важливый такой момент, потому что много говорили уже, и уже даже, можно сказать, целый десятилетий, что говорят про солярии, но нагадывать про это обязательно нужно. Добрий день, слушаем вас. Это у меня? Так, прошу, ваше вопрос. У меня вопрос. Скажите, где можно сделать дерматоскопию, посмотреть клетки кожи, сколько это стоит? Дуже спасибо за вопрос. Вопрос дерматоскопии. В принципе, дерматоскопы есть сейчас очень многих дерматологов. На приеме обязательно лежит дерматоскоп. Вопрос, в каком проценте, в каком увеличении вам надо посмотреть эту кожу и смотреть, какие образования. Большие машины, они называются фотофайндер. Они, ну, в принципе, они есть в частных клиниках, потому что они, это достаточно дорогое оборудование. Это если посмотреть действительно, ну, вы неправильно говорите клетки кожи. Клетки кожи смотрят, когда берется биопсия, и при очень высоком увеличении делаются стекла, и под микроскопом смотрятся клетки. Это мы говорим сейчас о биопсии. Эти вопросы открыты. То есть вы у доктора просто платите за то, что берут биопсию, и эти клетки смотрят, если там есть новообразование, смотрят в сертифицированной лаборатории, или, скажем, давно существующие уже лаборатории, профессора, они специально там специализируются даже на разных отраслях разных органов. Если мы говорим о слове, слово было дерматоскопия, то это рассмотрение образований кожи при увеличении. Увеличение там в сколько-то раз, например, в 70 раз. Но, как правило, необходимость дерматоскопии определяет сам доктор, если ему нужно выше разрешение посмотреть это образование. То есть это просто показание? Просто рассмотреть. 100% диагноз по дерматоскопии поставить нельзя. 100% диагноз, 99%, я не говорю сейчас об ошибках, но в очень большой процент вероятность постановки диагноза, это биопсия и действительно микроскопия клеток кожи, какие там есть атипичные инвесторы. Потому что, как правило, очевидно, человек интересует злокачественное образование линии. Так, дякую дуже за такие разъяснения, потому что, действительно, можно сказать про то, каким чином диагнозом давать, но не знаю. Был вопрос еще, сколько стоит. Так. Не знаю. У нас в клинике эти все цены, они открыты в интернете. У кого-то надо не стесняться приходить и спрашивать. Или спросить у дерматолога. Скажите, может быть, я не так называю, может быть, мне нужна биопсия или дерматоскопия. Не стесняйтесь спрашивать. Поверьте, большинство докторов людей любят и относятся к ним честно. Так, дякую дуже. Пані Інно, також хочу, щоб ви сьогодні розъяснили нам моменти з ось цими такими, можливо, також маркетологічними якимись новинками. Дуже часто зараз дівчата скуповують термізноманітні спреї для тіла, та ж там термальна вода, матуючі серветки. І, звісно, реклама говорить про те, що це красні засоби, які потрібні всім влітку. Розкажіть, чи правда це, чи ні? І на яку рекламу краще не слід, як то кажуть, ввестися? К термальній воді я відношусь дуже добре. І навіть часто я її назначаю вместо примочек по старинці, тому що термальній воді невозможно... Термальній воді невозможно пересушити кожу, наоборот, увлажнити. Потім термальну воду, якщо ми не говоримо о заболеваниях, добре применять на макияж. Просто не обливатися ею. Іногда є такі состояния, коли я прошу действительно покрывати буквально яким-то тонким слоем кожу, там, тело, какую-то часть ноги, например. А, як правило, делається облачко, і в нього треба зайти. Термальній воді прекрасно пользуються в машині. Ці средства допомагають нам не повищати общу температуру кожи і вследствие температуру тела і менше можливостей появлення свободних радикалів. Тому що, коли ми згораємо на сонці, чи повищається температура, звісно ж повищається і количество свободних радикалів. Але при термальній воді не треба забувати, що треба воду пити. Особенно літом, в жару, треба пити більше води. Тому к термальній воді я добре відношусь. Є ще так називаємо дермальні води. Це, ну, почти то ж саме. Так само резонується? Ну, да. Просто там нет источника, але вони все равно зробили хорошую воду, яка поливає. І є води, теж, вроде бы, дермальні, вони можуть навіть замінити увлажняючий крем летом. Тобто, це водичка, она такая, содержит питательні вещества, і она може бути як вместо крема. Тобто, власне, ось всі ці засоби, вони є, так? Це добре. Вони допомагають? Да. І, власне, можна навіть і не боятися, і використовувати їх. Єдинственный мінус – це засорення окружаючої среди цими балончиками. Ну, не знаю, це вже на… Так. Це вже зовсім інший питання і тема іншої передачі. Так, це інша тема. Пані, вже… Матируючі… Так, проматуючі серветки, ну, буквально 10 секунд. Це добре. Так само вони. Ну, я просто так само розумію, що… Є ще питання BB-средств. Так, ну, це вже в нас окрема тема. Ми дійсно про це можемо говорити. Ось вони також влітку використовуються. Так. Тому також будемо окремо вже з вами зустрічатися і про це говорити. Я дякую вам за нашу розмову. Дякую вам за те, що роз'яснили певні моменти. Дуже буду сподіватися, що ваших порад будуть дотримуватися наших лідачів. Дякую вам за це. Я нагадаю, що про те, як доглядати за шкірою влітку, ми сьогодні говорили з лікарем-дерматологом Інною Літос. На цьому ми завершимо корисні поради і передаємо слово інформаційній редакції новин. Після новин та новин спорту ми незмінно зустрінемося з вами у депутатській приймальні, до якої сьогодні завітає депутат Київської міської ради Дмитро Гордон. Нам справді буде про що поговорити, тому не перемикайтеся.